Представители районных администраций отчитались о работе, которая проводится в преддверии Дня Победы. В Сочи проживает более трех тысяч ветеранов. Всем им необходима та или иная помощь. Для одних будут делать ремонт в квартире, другим выделят путевки в санатории, к третьим прикрепят социальных работников и заменят устаревшую бытовую технику. Кроме того, ведется активная работа по выявлению одиноких ветеранов. Например, в центральном районе таких 28. К ним, конечно же, прикреплены социальные работники. А за каждой школой города закреплен памятник или обелиск. Ученики следят за порядком вокруг них. Памятники к 9 мая дополнительно почистят и где надо подкрасят. В этом году традиционно в День Победы пройдут все памятные мероприятия. 8 мая во всех муниципальных автобусах запланирован песенный флешмоб День Победы. Пройдет и традиционный для Сочи митинг у мемориала «Подвиг во имя жизни». Это будет наша акция, свидетельствующая о том, что мы были и остаемся в памяти народным городом, госпиталем. Это памятник во имя жизни. Это массовые гуляния во всех районах, приуроченные к этому. Это встречи с ветеранами в школах, которые начинаются практически уже сейчас. Разрабатываются еще отдельные новые мероприятия. В сам День Победы в 9 часов утра состоится митинг с возложением венков и цветов на мемориале в завокзальном районе. А вот время проведения бессмертного полка изменится. Если раньше шествие от Зимнего театра начиналось в 10 часов утра, в этом году рассматривается вариант стартовать в 11. Связано это с тем, что многие сочинцы хотели бы попасть и на мемориал, и на парад. Также на площади у Южного Мола будет проходить прямая трансляция Парада Победы на Красной площади и организована полевая кухня.